МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Совет депутатов муниципалитета провел 39-е очередное заседание. Я не сомневаюсь, что все у нас получится тем, чтобы порадовать наших избирателей. Спасибо всем. Неделя доброты и щедрости проходит в Ленинском округе. Участвуем первый раз на неделе доброты и щедрости. Планируем в дальнейшем помогать участвовать чаще. Завершилось открытое первенство по футболу среди детских команд. У нашего футбола большое будущее, мы в этом сегодня убедились. Совет депутатов Ленинского городского округа провел 39-е очередное заседание. Главным в повестке было принятие бюджета округа на 22-й год и плановый период 23-го, 24-го годов. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся социальной сферы и распоряжения муниципальным имуществом. Конец года – пора принятие главного финансового документа, по которому муниципалитет будет жить в ближайшем будущем. Заместитель главы, начальник финансово-экономического управления администрации округа Лариса Калмогорова озвучила основные цифры бюджета муниципалитета на 2022 год. Общий объем доходов в бюджетах в сумме 13 миллиардов 864 миллиона 361,5 тысяч рублей. В том числе и объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы других уровней в сумме 7 миллиардов 704 миллиона 198,1 тысяч рублей. Общий объем расходов бюджета предлагается утвердить в сумме 13 миллиардов 936 миллиона 243,6 тысяч рублей. С дефицитом в сумме 126 миллионов 882,1 тысяч рублей. За принятие документа народные избранники проголосовали единогласно. Позже председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко рассказал в интервью журналистам, что значительная часть бюджета на будущий год была сверстана в соответствии с пожеланиями граждан. Жители дают нам обратную связь, что нужно сделать побыстрее, что сделать в долгосрочном периоде. И вот сегодня, на мой взгляд, бюджет как раз составлен в большинстве своем из наказов, полученных в ходе встреч депутатов. Это у нас, безусловно, значимая история, связанная с КНС, завидные, заложенные денежные средства на инженерную инфраструктуру по этому объекту. Это, безусловно, дворовая территория, порядка 27 адресных перечень будет доведен нашими депутатами до жителей. Утверждены также денежные средства на дорожное строительство. Это 22 дороги за счет средств местного бюджета и 8 при софинансировании Московской области. Это, конечно, подготовка к строительству. И мы, в том числе, участвуем в строительстве социальных наших объектов, в частности, образовательных учреждений. Это три школы, значит, Лопатина, Ермолина и Развилка. Также денежные средства присутствуют в бюджете. Ну и, конечно, мы не забываем о благоустройстве детской площадки, замена каких-то сетей. Помимо бюджета депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся социальной сферы. Их представила заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова. В частности, она озвучила положение о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Ранее у нас существовал некий перечень подобных организаций. Теперь вот в этом положении, в документе, во-первых, шире прописаны возможности НКО. Прописана позиция о наличии комиссии в муниципалитете, которая предоставляет субсидии, которые рассматривают программы данных НКО. Также Татьяна Квасникова представила депутатам ряд положений о мерах социальной поддержки как работников государственных учреждений здравоохранения, которым компенсируется часть расходов на оплату жилья, так и отдельных категорий граждан. В прошлом году, когда мы обращались к депутатам, мы просили утвердить единовременные выплаты. Так вот я хочу сказать, что мы предлагаем их несколько увеличить, и это очень хорошая тоже история. Юбилярам увеличить на тысячу рублей, долгожителям увеличить до пяти тысяч было три, увеличить детям войны до двух с половиной тысяч. В ходе заседания депутаты поддержали ряд дополнительных мер, направленных на социальную поддержку работников муниципальных образовательных организаций. В конце заседания глава округа Алексей Спаский поблагодарил депутатов и сотрудников администрации за конструктивную работу над вопросами, которые стояли на повестке дня. Я знаю, что дискуссии были жаркие, много было дебатов, много было обсуждений, в процессе было встреч, и вот те слова благодарности, высказанные в адрес КСП и финансового органа, абсолютно справедливы. Я не сомневаюсь, что все у нас получится тем, чтобы порадовать наших избирателей. Спасибо всем. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. 1 декабря в более чем 100 странах мира отмечают Международный день благотворительности. В Ленинском городском округе в его рамках уже пять лет подряд проводится акция «Неделя доброты и щедрости». Как все проходило в этом году, узнаем у нашего корреспондента Екатерины Борисовой. Вот и завершилась ставшая уже традиционной «Неделя доброты и щедрости». Волонтеры, предприниматели и просто неравнодушные жители с 23 по 30 ноября оказывали и собирали помощь тем, кто в этом больше всего нуждается – инвалидам, малоимущим и многодетным семьям. Всю эту неделю двери нашей организации были открыты с самого утра и до позднего вечера. Сюда шли люди неравнодушные, добрые, щедрые. Многие приходили уже не первый раз сюда. Это наши друзья много лет. Некоторые перешагнули порог нашей организации впервые, но мы надеемся, что это надолго. Обществу инвалидов Ленинского городского округа в этом году активно помогали предприниматели, детские сады, школы, спортивные и досуговые организации, управляющие компанией. УКА Купеленко, к примеру, передала 125 продуктовых наборов с товарами первой необходимости. Участвуем первый раз на неделе доброты и щедрости. Планируем в дальнейшем, конечно, помогать участвовать чаще. Хотелось бы привлечь больше людей к таким акциям, потому что люди, которые нуждаются в помощи, когда, как не сейчас, в канун Нового года, поучаствовать, помочь и коммерции, и бизнес, все, кто может себе это позволить. Продуктовые наборы, средства гигиены, медицинские товары, канцтовары, игрушки, посуду и многое другое члены районного общества инвалидов начали получать уже 30 ноября. Спасибо большое за подарки. Это подарки для моей младшей сестры Юленьки Ивановой. Она очень хорошо читает, она любит, когда ей читают, любит читать сама и раскрашивать. Большое спасибо, что вы о нас заботитесь и помогаете нам. Члены районной организации инвалидов-диабетиков также не остались без внимания. 40 благополучателям вручили продуктовые наборы. Пришел, спросил, какие пожелания есть, обсудили. Решили начать с наборов. В каждом наборе крупы, рис, геркулес, тушенка, сладкое, макароны. Предприниматель и благотворитель Андрей Макалкин пообещал свозить членов общества по святым местам в Сергиев Посад, а также продолжать поддерживать организацию. Очень приятно за такие подарки. Большое, да, своевременное, очень, очень хорошие подарки. Большое спасибо. У нас нет возможности много чего приобрести, потому что много денег уходит на лечение. И обеспечение ребенка также. Очень благодарна тем людям, кто делает такие подарки. Обществу инвалидов-диабетиков помогают и другие предприниматели. Но нужды у организации есть всегда. Появились новые системы непрерывно монтарирования глюкозы, либра они называются. Особенно это для детей важная такая часть. То есть это поможет им как-то следить за своими сахарами, компенсироваться лучше, потому что это без дополнительного прокалывания пальчиков. Это актуально очень для маленьких деток. У нас такие есть, груднички даже у нас есть. И хоть неделя доброты и щедрости фактически закончилась, делать добрые дела никогда не поздно. Тем более и повод есть. Со 2 декабря стартует международная декада инвалидов, в ходе которой запланировано много мероприятий, в том числе и благотворительных. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В день проведения благотворительного телевизионного марафона «От чистого сердца» в торговом центре «Ларец» состоялась ярмарка продажи изделий ручной работы. Более 15 мастеров приняли участие в арт-базаре, вырученные средства от которого пойдут на реабилитацию Кати Печенкиной. Подробнее в сюжете Юлии Пагасьян. В последний день ноября в рамках недели доброты и щедрости на телеканале «Видное ТВ» состоялся трехчасовой благотворительный марафон в поддержку нашей землячки, 12-летней Кати Печенкиной. У девочки порог сердца. Недавно она перенесла тяжелую операцию и нуждается в длительном и дорогостоящем восстановлении. Марафон был направлен на сбор средств для подростка. Мы собираем как раз таки не только деньги, мы собираем надежду, наверное, для родителей и для детей, которым она необходима, тем людям, которые к нам обращаются. Мы показываем им то, что они не одиноки, то, что есть люди, которые понимают и которые не останутся в стороне. В день проведения телевизионного марафона в Видновском торговом центре «Ларец» работала благотворительная ярмарка. Участие приняло более 15 мастеров, изготавливающих различные изделия своими руками. Украшения, головные уборы, подделки, свечи. Выбор грандиозный. Часть продукции уже к Новому году приурочена. Вот наборы, например, корзин, которые можно подарить с открытками, елочные игрушки, тоже ручной работы такие, пожалуйста. Конечно, все хотим помочь, поэтому мастера, все, кто смог, присоединились. Организаторами акции выступили представители местного сообщества «Бизнес-леди», куда входит мама Катя Печенкиной. Часть вырученных с продажи изделий средств участники арт-базара перечислят на восстановительное лечение ребенка. Сама многодетная является. Представляю какое-то несчастье, когда со здоровьем у ребенка проблемы. И верю, что люди могут подарить от чистого сердца немножко какой-то заботы, тепла, и чтобы Катя все-таки вернулась к нормальной жизни, полностью прошла реабилитацию и смогла заниматься своими любимыми делами. Также на ярмарке были представители двух кондитерских, которые раздавали сладости совершенно бесплатно. На свое усмотрение люди могли оставить деньги в специальном контейнере по сбору благотворительной помощи для Кати. «Благотворительность – это вообще, как сказать, первое дело. На Руси это всегда было. Тут хороший выбор, то, что можно посмотреть и подарки прикупить. Я надеюсь, что хоть какой-то вклад внесется к девочке». Всего в ходе благотворительного марафона «Чистого сердца» на сегодняшний день удалось собрать порядка 250 тысяч рублей. Помимо этого, местный предприниматель, который предпочел остаться инкогнито, оплатил для Кати путевку в санатории Республики Крым. «Я знала, что город дружный, но такой поддержки я даже не ожидала, если честно. Вообще нет слов. Огромная благодарность и приполняет эмоции». А благотворительный базар продолжит свою работу. Приобрести изделия ручной работы в торговом центре «Ларец» можно будет в субботу и воскресенье. Часть вырученных средств также пойдут на реабилитацию Кати. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В Москве прошло первенство России по Киоку-Синкай. В соревнованиях приняли участие более 600 человек со всех регионов страны. Ленинский городской округ представляли четыре спортсмена. Все они – воспитанники клуба «Золотой дракон», который расположен на базе видновской гимназии. На первенстве видновские каратисты представляли сборную Московской области. Несмотря на большую конкуренцию, воспитанники клуба «Золотой дракон» показали отличные результаты. Диана Проценко завоевала золото, а ее сестра Алина Проценко – бронзу. В Ленинском городском округе завершилось открытое первенство по футболу среди детских команд. Награждение победителей и призеров прошло в историко-культурном центре. Кто отличился в этом сезоне, расскажет Анна Михайлова. Держи. Поверни его вот так, чтобы было видно. И вручаю кубок победителей команде. Открытое первенство по футболу среди детских команд проводится уже третий год. Турнир, начавшийся еще в конце апреля, спустя семь месяцев, завершился награждением победителей. А последние игры мы сыграли на 21 ноября. Турнир завершил победительный. Известные призеры тоже лиминанты на различные призы тоже известные. Каждые выходные 10 команд в четырех возрастных категориях соревновались за призовые места. К футболистам Ленинского городского округа присоединились спортсмены из Домодедово и Москвы. Сегодня лучшие команды и игроки сезона были награждены кубками, дипломами и медалями. У нашего футбола большое будущее. Мы в этом сегодня убедились. Вот видели наших ребят. Они, в общем-то, начальная школа, маленькие дети, 8-9 лет. Но они уже такие закаленные, такие довольные, такие стремящиеся. Юным футболистам больше всего запомнились победы, поражения и разгромные счета. Первое и второе места поделили между собой команды «Олимп белые» и «Олимп синие». Игроки рассказали, какая тактика помогла им забивать голы и побеждать. Уверенность, защита, хорошие пасы, нападающие у нас хорошие. Помогла, хорошая защита была у нас. Ну, бывало, ошибались, пропускали. Ну, бывало, даже защитника забивали. Ну, и я забивал тоже. Уважаем очень хорошие качества. Дриблинг, удары, отбор, мяча. Такие качества футбольные, чтобы стать лучшим игроком. Надо иметь такие качества. Футбол активно развивается в Ленинском городском округе. Самая популярная игра в мире привлекает мальчишек разных возрастов. Поэтому в муниципалитете появляется все больше площадок для занятий спортом. Информация о том, что мы в Московской области стали в призерах по этому виду спорта, по развитию этого вида спорта, это не пустые слова, это реальность. Это достигнуто огромным трудом наших тренеров, нашей федерации, отдельных личностей. А в следующем году стартует первенство области. Юные футболисты и их наставники планируют усердно готовиться к этому соревнованию. Ведь только регулярными тренировками можно добиться высоких результатов. Анна Михайлова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова